Чем тоньше прядь, тем тоньше будет косичка. И начинаю ее выкладывать внутрь нашего пучка, чтобы у нас все было ровненько. Всем приветики! Меня зовут Кото. Сегодня я покажу вам, как я делаю прически из своих дредиков. Я заплела дреды, чтобы мне было максимально комфортно отращивать свои волосы. Если вы помните, у меня была достаточно короткая стрижка. Ну как стрижка? В общем-то я побрилась на лосы и после этого стала отращивать волосы. И когда они у вас короткие, а у меня они еще и вьющиеся, вам приходится мыть голову каждый день и обязательно их укладывать. Потому что иначе это просто все вот так вот торчит в разные стороны. Вот. И это очень неудобно. Также есть тех людей, которые любят подольше поспать по утрам, поэтому я быстренько проснулась, я умылась, я подкрасилась, я привела себе голову в порядок и побежала. Максимум на сборы по утрам у меня уходит 15 минут. Разумеется, первое, что я делаю утром, это умываюсь и чищу зубы. Пару лет назад я сделала отбеливание зубов. К сожалению, мне его сделали некачественно. Как оказалось, у меня была чувствительная эмаль и после отбеливания мне было больно пить, мне было больно кушать. И когда раньше я чистила зубы, я испытывала очень сильный дискомфорт. После этого я очень ответственно подхожу к выбору зубных паст. Скажу честно, я перепробовала очень много паст. От супер дорогих до супер дешевых. Но, к сожалению, обещают много, а эффекта ноль. Не так давно я купила в аптеке, как мне тогда казалось, просто очередную пасту и ополаскиватель. Но оказалась это любовь с первой чистки. Спешу поделиться с вами своим открытием и порекомендовать вам мою идеальную зубную пасту Mixedol Dent Sensitive. Когда я начала ее использовать, я наконец-то смогла чистить зубы без дискомфорта и неприятных болевых ощущений. Быстро прошло воспаление десен и ощущение стянутости зубов. Еще я заметила, что она очень хорошо справляется с заживлением любых ранок в полости рта и мягко, здорово очищает зубы от налета. Теперь давайте посмотрим, что пишут на упаковке. Первое. Для чувствительных зубов и десен. Об этом я уже говорила. Так, содержит антиоксидант, то есть она отлично справляется с воспалением. Что у нас дальше? Уменьшает болезненность чувствительной зубной эмали и десен, укрепляет десны, уменьшает коротчивость и воспаление десен, мягко и эффективно удаляет зубной налет. Дальше у нас здесь паста без фтора и отлично борется с парадонтитом, а калий-азонокислый снижает повышенную чувствительность зубов. И в-третьих, зубная паста не содержит антисептиков, и это значит, что ее можно использовать постоянно. А еще моя любимая паста – прозовая и гелевая. Я не нашла в магазинах ни пасты, ни ополаскивателя, зато в аптеках достаточно большой ассортимент Миксидол Дент. На всякий случай ссылочку на официальный сайт я оставляю внизу в описании к этому видео. Начинаем! Сейчас я покажу вам 5 самых легких и моих любимых, мне кажется, причесок, которые я делаю на дреды ежедневно. Поехали! Первая укладка, которую я хочу вам показать, идеальна для тех, кто любит носить свои дреды в распущенном виде. Но я, например, когда работаю, достаточно часто наклоняю голову вперед, и вот эти вот дреды, которые у лица, ну, челка, грубо говоря, да, она постоянно падает мне на лицо. Поэтому эта укладка как раз-таки создана для удобства ношения своих дредиков в распущенном виде. Если у вас не сбрит висок, как у меня, вы делаете себе просто боковой пробор, и основную массу своих дредов вы перекидываете на бок, а дреды, которые у вас на виске, вы закидываете просто назад за ушко. Я отделяю первую прядку, и смотрите, толщина этой секции будет непосредственно задавать вам объем последующей косички. Чем тоньше прядь, тем тоньше будет косичка. Хотите жирную косу лица, берите толстую прядь. Отделяем прядку и делим ее на три части. Поделили, и теперь начинаем плести самую обычную косичку. Что ж, надеюсь, косичку плести умеют все. Я беру наши прядки и подкладываю их вниз, и каждый раз, когда я делаю переплет нашей косички, я добавляю туда по одной или по две дрединки. И таким образом я проплетаю все свои волосы, дреды, которые у меня находятся у лица, постепенно добавляя туда новые дредики. Старайтесь, чтобы во время плетения все пряди у вас были одинаковой толщины. То есть, если у вас две прядки будут какие-то жирные, а одна тонкая, сама косичка начнет искажаться. Поэтому следите за тем, чтобы все три прядки у вас были равномерные по толщине. И таким образом мы проплетаем нашу косу до конца. Я чаще всего ничем не фиксирую косичку на дредах, потому что дреды сами по себе очень хорошо держат форму. Но при желании, или если у вас очень толстая коса, толстая дреда, вы можете зафиксировать ее внизу резиночкой. Доплили наши хвостики, и теперь возвращаемся к косичке у лица. И здесь уже я начинаю просто подтягивать прядочки, чтобы они визуально смотрелись у меня более объемненько. Здесь уже делайте на свое усмотрение, кому как больше нравится. Хотите побольше текстуры, вытаскивайте побольше дредиков. Хотите такую более аккуратную косичку, более аккуратную историю, тогда можете ее не растягивать между собой. Я люблю, когда максимальный объем. Я очень часто ношу эту прическу на работу, потому что я люблю ходить с распущенными, но мне не нравится, когда у меня что-то выпадает на лицо. А с этой прической вы можете ходить с распущенными своими дредиками, но при этом на лицо у вас ничего не падает. По-моему, это идеально. Дальше хочу показать вам свою интерпретацию хвостика. Я беру распущенные дреды и отделяю две прядки затылочной зоны, то есть мне нужно эти прядочки выбрать максимально внизу. Беру одну сторону и также заплетаю ее в косичку. Я, мне кажется, фанат всевозможных текстурных переплетений, поэтому я практически везде добавляю косичку, либо рыбий хвостик. Заплетаем с одной стороны и заплетаю точно так же вторую сторону. Еще, кстати, очень необычно смотрится, когда вы сюда в косичку добавляете какую-нибудь ленточку, платок или бандану. Кончики я также ничем не фиксирую, потому что, повторюсь, у меня дреды очень хорошо держат форму. Итак, заплели две маленькие прядочки. Теперь распускаем наши дреды. Берем наши косички, поднимаем их наверх и просто перекрещиваем друг с другом. Тем самым у нас у лица образуется вот такой вот как бы ободочек из этих двух косичек. Хвостики мы оборачиваем назад и завязываем их узелочком. Если дреды у вас не дотягиваются, можете использовать шпильки или невидимки. А если у вас дреды из синтетики, из каниколона и они скользкие, то здесь, конечно, лучше использовать, повторюсь, либо шпильки-невидимки, либо резиночку, потому что на узле синтетика плохо держится. Теперь выравниваем наш ободочек, чтобы он был симметричен и расправляем точно так же текстуру ручками. И вот такой вот у нас получается достаточно свободный хвост, который держится не на резинке, а получается на своих же дредах. И здесь такой вот достаточно объемный, необычный ободок у лица у нас получается. Готово! Мне кажется, самая основная прическа, которую все же делают дредасты, это пучки. Он может быть один большой пучок, такой прям улей на голове. Могут быть два пучка, могут быть три пучка. Давайте покажу, как я чаще всего делаю пучки. Если вы хотите сделать максимальный объем здесь себе у лица, в таком случае я делю сначала волосы на три части. С одной стороны у лица и со второй стороны у лица оставляю дреды. И затылочную часть всю захватываю в хвост. Поднимаю их максимально наверх, так как я хочу, чтобы пучок у меня был максимально объемный, я делаю его практически вертикально. И завязываю здесь его резинкой, чтобы он у нас максимально плотно держал всю основную конструкцию. Вот, завязали и подтянули. Дальше я беру одну из частей у лица и начинаю ее выкладывать. То есть я разворачиваю прядку назад и здесь максимально расправляю ее на объем. И прокручиваю хвостики вокруг основного пучка. Хвостики, которые у нас остаются, я просто заправляю внутрь в резиночку, чтобы у нас все это хорошенечко держалось. Закрепили и беру вторую часть, перекрещиваю ее у лица и точно так же заправляю назад и хвостики прячу под резинку. Если хотите, хвостики можно оставлять на выпуск, чтобы они у вас где-нибудь так вот болтались. Можно это просто красиво разложить. Если вам не нравятся хвостики, вы можете их полностью убрать под резинку. И когда мы уже закрепили, мы начинаем ручками опять-таки вот здесь подтягивать те пряди, которые у нас идут у лица и делать из них максимальный объем. То есть расправляйте дреды в ту форму, которая вам нравится. И точно так же я расправляю ручками наш основной пучок на тот объем, который вы хотите, собственно, получить. И мы сделали вариант пучка с максимальным объемом у лица, который у нас, собственно, уходит назад в такую гулечку, если ее можно так назвать. Вообще с пучками может быть, мне кажется, бесконечное количество всевозможных вариаций. И вы можете оставить часть волос сзади распущенных и просто сделать себе один вот такой вот пучочек по центру у лица. Можете сделать себе три, хоть пять пучков на голову сделать. И с дредами это всегда будет смотреться очень круто. Я еще очень люблю делать два пучочка, два рогалика. Не знаю, все по-разному это называют. То есть я делю свои волосы на две равные части, поднимаю их наверх и просто начинаю скручивать дреды и тем самым формировать наш пучок. А хвостики я просто затягиваю потуже и заправляю внутрь нашего пучка. За счет того, что это дреды, все прекрасно держится и без резиночек. Здесь самое главное, чтобы у вас не было проблем с симметрией. У меня они похожи есть. Самое сложное в таких пучках, это сделать их симметрично, да. Но я обычно просто делаю два пучка, вот так вот их закрепляю и дальше уже начинаю выравнивать симметрию просто ручками. Готово! Сейчас очень модно заплетать себе боксерские косички. Это когда люди, у которых есть свободные волосы, они берут кониколон и заплетают такие две жирненькие косички себе. Мне кажется, у дредастых есть огромное преимущество, потому что нам не нужен никакой кониколон. У нас и так очень большой и крутой объем на голове. Поэтому я вам сейчас покажу, как выглядят боксерские косички на дредах. Для начала мы делим нашу голову на две равные части. Чтобы одна вам не мешала, я чаще всего просто убираю ее в хвостик, чтобы случайно захватить дрединки с другой стороны. Дальше отделяю наши первые прядки у лица. У меня здесь ровно три дредины. Кстати, заплетать на дредах еще очень удобно, потому что вы всегда берете одинаковые по толщине пряди, потому что с дредами вы просто здесь не промахнете с толщины. И начинаем заплетать косичку из трех прядок назад. Обратите внимание, прядки я всегда подкладываю под низ. Вниз и в центр. И каждый раз, когда я буду подкладывать их вниз и в центр, я буду добавлять по одной или по две дрединки. В зависимости от того, какой вообще объем дред у вас на голове. Подхватили, добавили, перекрестили вниз. И таким вот образом я заплетаю себе всю голову. Честно скажу, первое время у меня не получалось заплетать косички самой себе, но это дело практики, поэтому тренируйтесь, обязательно у вас все получится. Доплетаем косичку до конца. Хотите, можете оставить свободный хвостик. Я очень люблю здесь какие-нибудь жгутики еще подплести. То есть мне нравится, когда у меня получается такой вот максимально тонкий хвостик на кончиках. Вот что у меня в итоге получилось. Вот такая вот огромная косичка. И давайте покажу поближе, как это заплетается на второй прядочке. Я начинаю заплетать трех дредиков. Не берите здесь сразу большую прядь, иначе у лица это будет выглядеть некрасиво. Делаю переплетение и добавляю по одной дрединке. И проворачиваю их под низ. Точно так же добавляю в следующую прядь еще одну штучку. И проворачиваю. Следите сразу, чтобы у вас была одинаковая симметрия у лица. Да, симметрия вот на вот этих начальных этапах самая важная. Потому что если у вас дальше пойдет несимметрично, это будет не так заметно. А если вы не выровняете части у лица, это будет, конечно, некрасиво. И вот так вот дальше, постепенно, не торопясь, по одной штучке начинаю проплетать наши дрединки. Когда подходите к затылку, добавляю уже по две дредины. Добавляем, чтобы коса у нас начинала набирать объем, чтобы она становилась у нас уже более жирненькая. Заплетайте свою косичку максимально близко к голове. То есть не поднимайте руки вот так. Потому что в таком случае коса у вас будет болтаться, она не будет плотной. Ваша задача держать руки и натяжение косички максимально близко к голове. И хвостик доплетаем, как обычную косичку. Честно говоря, первое время у меня уходило, наверное, минут 15. Это может быть и все 20 на эту прическу. Сейчас у меня хорошо поставлены руки, и я справляюсь за 5 минут. Поэтому эта прическа тоже относится к формату быстрых укладок на дреды. В конце можно просто немножечко, опять-таки, ручками поправить симметрию, если вам что-то где-то не нравится. Мне все нравится. Я вообще обожаю эти косы, обожаю эту прическу. Это очень удобно и круто смотрится. И напоследок я покажу вам, как я завязываю платок. Очень много вопросов мне поступает касательно этой прически, укладки, даже не знаю, как это назвать. В общем, оказалось, что у многих есть проблемы с тем, как закрепить шарф, платок, палантин, как угодно можете назвать. Я вам сейчас покажу самый простой способ. У меня вот такой вот шарф. Сразу хочу сказать, что нужно выбирать платочек, который будет тонкий и легкий по материалу. То есть, если возьмете какой-нибудь шарф, естественно, у вас это все будет слишком тяжелое, слишком громоздкое. Он у меня максимально легкий, вот такой вот, не широкий и длинный. Первое, я делаю гульку, потому что мне нужно, чтобы вся эта конструкция у меня достаточно плотно держалась на голове. Здесь сразу могу сказать, что есть два варианта. Либо вы завязываете высокий тугой хвостик, либо вы делаете гулечку. Соответственно, если вы делаете хвостик, кончики у вас будут выходить наружу. То есть, хвостики будут в распущенном состоянии. Если делаете пучок, у вас ничего из-под платка торчать не будет. То есть, здесь, опять-таки, есть уже сразу две вариации. Я делаю высокий хвост и туго его затягиваю. Если затянете не туго, конструкция у вас будет смещаться и может сползать у вас в течение дня. Поэтому хорошенько его затягиваем. Дальше берем наш платок и закидываем его назад. Находим центр, чтобы у нас все было ровненько. Подкладываем его под пучок и заворачиваем вперед. Перекрещиваем его. И сразу здесь смотрите, чтобы у нас платок либо закрывал ушки, либо можете открыть уши. Опять-таки, делайте, как вам больше нравится. Протягиваем его вперед и перекрещиваем между собой. То есть, вот такое вот нехитрое у меня получается движение. Хорошенечко это фиксируем. И здесь очень важно не терять натяжение. Проворачиваем наши хвостики назад за пучок, который мы уже сделали. Провернули. И точно так же сзади их между собой перекрестили, уже цепляясь непосредственно за пучок или хвостик. Хвостики, которые у нас остаются, выводим обратно к лицу. И здесь я делаю самый обычный узел. Узел завязываем крепко. И вот что у нас получается. Вот такие вот ушки и остатки от нашего платка. Но в целом, основная часть конструкции у нас уже готова. То есть, здесь, на этом этапе проверяйте, чтобы у вас были ровные складочки и нигде не пропало натяжение. Если хочется, какие-то складочки можно поправить, заправить их вовнутрь, либо наоборот, как-то их распрямить. Дальше возвращаемся к нашим хвостикам. И здесь у вас уже есть несколько вариантов. Вы можете либо куда-нибудь прятать их под пучок, чтобы у вас у лица здесь ничего не было. Я же чаще всего делаю бантик у лица. Беру наши прядочки и завязываю. Бантик тоже у вас может быть разный по высоте, разный по величине. Здесь уже будет зависеть от длины вашего платка непосредственно. И ручками выравниваю и делаю симметрию. И готово! Здесь тоже может быть очень много вариаций. Вы можете делать пучок, можете делать хвостик, вы можете делать его высоко, как у меня. Можете делать его ниже, можете делать прямо на затылке. Но смысл одинаковый. Дорогие, укладок и перчесток над редой может быть просто бесконечное количество. Здесь все будет только зависеть от вашей фантазии. Я вам сейчас показала 5 причесок, которые я больше всего люблю и чаще всего использую в повседневной жизни. Напишите в комментариях, какая прическа вам понравилась больше всего. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Меняйтесь, улыбайтесь! Мне кажется, она самая... Не, она не самая удобная, не самая практичная. Также хочу ваш... Давай я еще раз попробую.